В эфире самая уравновешенная среди сосудистых и самая сосудистая среди уравновешенных рубрик программы Галилео, которая называется ЭКОСПРИЕМЯНТЫ. Друзья, кому из вас неизвестен вот такой прибор простой домашний? С помощью этого простого домашнего прибора вы с папой и с мамой вешали обычно полочки на стенку, чтобы полочки были горизонтальными. Потому что это уровень, тот самый. И мы с вами знаем, что как бы мы не располагали вот эту вот трубочку внизу, как бы она не велась там где-то и не закручивалась, у нас вот этот уровень совпадает с этим уровнем относительно уровня моря. Всегда. Потому что это закон сообщающихся сосудов. И он соблюдается всегда, как я уже говорил, но не везде. Да. Вот в этой части студии почему-то он у нас соблюдается, а в той нет. Хотите, докажу? Легко. Сейчас я перенесу свое тело в ту студию и покажу вам это. Ох ты ж, господи ты, боже мой, как сегодня богато все у нас. Да, друзья. Сегодняшний наш эксперимент базируется на трех съеденных трехлитровых банках огурцов. Шутка. Здесь были помидоры. Так вот, все, казалось бы, то же самое. Смотрите. Банка с водой. Из банки с водой выходит медленно, 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 не торопясь, трубочка обыкновенная пластмассовая, приходит в другую пустую банку. Из этой пустой банки она выходит, другая трубочка, также медленно, медленно, не торопясь, медленно в соседнюю банку с водой. Те же самые, казалось бы, сообщающиеся сосуды. И по идее, если здесь уровень вот такой, то здесь должен быть такой же. Правильно? Правильно. Попробуем, друзья, запустить нашу установку. Аккуратненько берем эту трубочку. Создаем избыточное давление в ней с помощью легких. Мама, 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 мама. Поразительно. Поразительно, что происходит. Смотрите. Здесь вода. Уровень ее мы видим с вами. Но каким-то чудным образом, почему-то, из второй банки вода вытекает вверх. Не соблюдается закон сообщающих сосудов. Очевидно. Что ж такое? Объясню. Дело в том, что раньше, давным-давно, был такой парень. Звали его Герон Александрийский. Он жил во втором веке до нашей эры. Занимался тоже физикой, механикой. И, в общем, что попадется ему под руки. Он практически вплотную, как здесь написано, подобрался к индустриальной революции, которая произошла только через приблизительно 2000 лет. Практически вплотную действительно подобрался. Так вот, друзья. Этот Герон как раз и придумал вот такой фонтан. Объясню, как он работает. Здесь вода. Эта вода, попадая вот в эту вот трубку, спускается вниз в эту банку. И вот этот столб воды, соответственно, создает в этой банке избыточное давление воздуха. Потому что банка сверху плотно закрыта, понимаете? И этот воздух по другой трубке, где уже нет воды, а только воздух, аккуратненько это давление передается в эту банку. Соответственно, здесь создается избыточное давление воздуха, благодаря которому вода вытекает из этой банки. То есть, вот этот вот столб воды как раз и создает избыточное давление как в этой банке, так и в этой банке. Смотрите, что происходит. Если я подниму эту банку, столб воды уже не давит сюда. Здесь давление неизбыточное, такое же, как атмосферное. Соответственно, и у нас перестал работать фонтан. Опускаю. Фонтан начинает работать. Если я опущу еще ниже, то столб воды, который будет создавать избыточное давление, там будет больше. Соответственно, давление будет выше, и струя у нас будет бить дальше. Здорово? Здорово. Хорошо, что не мне все это убирать. Хотя, может быть, и мне. Это называется фонтан Герона. Его прелесть в том, что он работает абсолютно без всяких энергетических затрат извне. То есть он работает только благодаря тому, что у нас есть сила тяжести. Сила тяжести, как вы понимаете, дается нам на халяву. Поэтому сделайте по такой же схеме дома этот фонтан, и можете бесконечно долго наслаждаться красивыми струйками воды. Ну, до тех пор, пока, конечно, к вам не придут соседи снизу. Продолжение следует...